В Нарьинмаре торжественно открыли новую спортивно-игровую площадку. Место для отдыха горожан всех возрастов обустроили в районе перекрестка улиц Меньшикова и 60 лет СССР в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Многофункциональный спортивно-игровой комплекс – теперь местное достояние места притяжения ребятни с окрестных дворов. Создание такого объекта – это инициатива жителей микрорайона Кармановка, которые очень ждали и всячески помогали в реализации задуманного. Она была, по большому счету, запущена. Здесь был когда-то корп маленький, хоккейный, но это было еще десятилетия назад. Здесь она просто, скажем так, нуждалась. Она была выбрана в 2018 году на рейтинге голосования. То есть сами жители выбрали это место? Да, люди проголосовали, и с 2018 года мы поэтапно внедряем то, что было людьми выбрано. Поэтому это абсолютно полная реализация желаний жителей. Нина Абакшина, жительница соседнего дома, мечтала о спортивном пространстве в своем дворе уже очень давно. Собственно, с ее легкой руки территория вошла в перечень рейтингового голосования. Она лично рисовала проект будущего объекта и на общественных началах курировала стройку. Площадку с самого нуля и до самого вот до этого я все время ходила, контролировала, говорила, да, объясняла, спрашивала, что и как, ну, чтобы было надежно, крепко. Мне вот хочется, конечно, чтобы вот эти тренажеры, они стояли. И самое главное, хочется сказать ребятам, чтобы они все, что делается для них, берегли. Не привыкшие к такому разнообразию спортивных тренажеров, многие горожане пока теряются перед выбором. Но и здесь Нина Александровна проявляет инициативу. Сейчас приходят в основном дети, которые впервые видят такую площадку, и они все время подходят и не знают, что делать. Поэтому я каждый вечер стараюсь сюда выходить и показывать, и рассказывать. Как инструктор и консультант. Да, 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 потому что их же все равно надо тоже как-то подготовить, чтобы они знали. Увидеть на площадке можно не только тренажеры всех видов и мастей. Для маленьких посетителей построен детский городок со всевозможными горками и качелями. Есть тут и футбольное поле с возможностью игры в баскетбол. Но отдельное внимание заслуживает зона с силовыми снарядами и турниками. Ребята из Федерации воркаута Арктики оценили возможности площадки и остались очень впечатлены. Очень хорошая площадка. То есть даже летом очень удобно будет с ребятами. Пришел, разогрелся футболом, поиграли минут 20-30. Пришли, позанимались так же. В перерыве даже. Но и ребятам очень хорошо будет здесь. Ну, молодежи. На площадке все продумано для комфорта посетителей. Есть лавочки и урны. А по всему периметру установлены уличные светодиодные светильники. Здесь стоят дополнительные фонари освещения. Но как раз избыток освещения мы здесь будем регулировать временным отключением. Потому что, особенно сейчас, в темное время, конечно, много света. Особенно после 10 часов это уже создает дискомфорт в квартирах горожан. Поэтому мы будем отключать после 10 часов. Открытие объекта стало настоящим подарком не только для жителей микрорайона Кармановка, но и всего города. Это отметил и глава региона, который оценил качество благоустроенной территории. Это площадка для всех возрастов. То есть, вначале ходим, вводим малышей на эту часть площадки. Потом они подрастают и начинают уже приходить сюда играть в футбол, заниматься спортом. Ну, на самом деле, это подарок. И, конечно, очень важно, что жители сами проголосовали. Это народный проект. Это очень здорово. И я всех поздравляю, что накануне Нового года эта площадка теперь уже принимает и детей, и спортсменов, и людей старшего поколения. Поэтому это очень здорово. Добавлю, не позднее 15 февраля состоится рейтинговое голосование в заочной форме по пяти общественным территориям, которые будут благоустроены в 2023 году. Екатерина Дементьева, Антон Гудряков, Телеканал Север.